добрый день здравствуйте уважаемые подписчики гости канала и так как я обещал ролик посвящается женщинам современности какие же они стали что они себя представляют о чем они думают о чем мечтают вот эти вопросы так тревожили меня в 24 года я до сих пор то время не знал женщин я думал господи о чем они думают о чем они мечтают у меня был какой-то такой туман в голове я начитался романов дюма драйзера и мне видел с какой-то романтичный такой образ женщины такого небесного создания которое помалкивает значит иметь такой круткий взгляд опускает глаза и вот когда я стал знакомиться с женщинами тех лет девяностых все это разлетелось в древние вы просто посмотрите на выражение лица многих женщин но сейчас они как-то вроде большинство смягчились а вот в то время взгляд был такой что то такое все эти фразы еще приперся я не давала согласия фотографировался еще дебил что примерно в таком духе они разговаривают тогда эти хрупкие нежные создания просто мотыльки такие люди еще пришел ну для начала скажу что женщины в то время были в 90-е весьма прямолинейные мужчин и особенно своих ровесников они рассматривали как машину для создания комфортных условий жизни в этом я лично убедился меня вот на протяжении всех 90-х они в упор не видели поскольку знали что я работал грузчиком и экспедитором я для них словно бы не существовал со мной не здоровались проходили проходили мимо вот полгода вообще не разговаривали я тоже переставал с ними разговаривать и только через полгода они меня замечали как это так с нами не разговаривать ведь мы это боги то есть их ним же салом да посусалом и даже вот сейчас спустя столько лет я вот разговаривал с моими ровесницами на работе вот на предпоследней работе и что выяснил меня поразило они слыхом не слыхали о браках о бандитах вы только подумайте впечатление такое что все 90-е они провели где-то в погребе питаясь помидорами как же это даже после выхода фильмов жмурки бригада бумер которые конкретно показали что браки были застрили капица внимание даже нет просто невозможно не получается все эти годы находились в каком-то своем параллельном мире какой-то галактики черт того знает гончих псов что лили кого там были если человек прибывает параллельном мире то он не видит мир реальный вот в двухтысячных годах а до забыл еще упомянуть что в то время по телеку целыми сутками крутили сериалы мексиканской патоки вроде просто мария санта-барбара богатой тоже плачу и так далее и вот и девушки и женщины тех лет с которыми я общался они захлеб смотрели это все как говорится вот это дерьмо целыми часами они просто балдели от этих всех сериалов они с ума сходили вот это и был их параллельный как говорится мир они просто перестали замечать что происходит у них под ногами ведь в голове у них было вот это вот все дом педро тысячи акров земли они скачут на лошадях за ними ухаживают поют свинады это все у них крутят в голове блин естественно крышу них снесло а в двухтысячных годах пошли уже такие шоу дом 1 и дом 2 которые придумала ксюша собчак женщина которая 40 лет не имеет постоянного мужа она уже дважды разводилась ведет образ такой прямо скажем женщина легкомысленного поведения чего стоит одна последняя голая вечеринка 40 лет и все хочется загаляться заниматься как и со сексом еще не на того ну вот она это воспитывала следующее поколение соответственно итоги мы тоже ощущаем но все же я подметил что есть альтернативные девушки да они есть они приехали в крупный город на заработки из таких вот городишь городишек типа томск новокузнецк междуреченск их сразу можно определить по простоте общения такая девушка никогда от вас не отвернется всегда ответит на приветствие еще сама подойдет и поздоровается первое новосибирске таких просто просто как говорится единицы их сразу можно определить она не здешняя наши никогда к вам не подойдут и не поздороваются а лучше всего отвернуть морду и сделают вид что вас вообще не существует вот это и главный признак ну и заметил я еще такую тенденцию что женщины даже вот моего поколения поголовно в семье от себя молодыми и в возрасте 48 лет только и слышишь я еще не старая у меня еще все впереди ну что ответить на такое конечно впереди вся жизнь была только прелюдией увертюры а вот после 50 начнется пьеса пьеса под названием легкая жизнь она уже крадется она уже подходит к вам легкими неслышными шагами но я уже таким дамам не навязываюсь я ухожу в свой мир а почему у вас есть свой мир а у меня его не может быть только мой мир не дешевые ваши сериалы а книги реалистов вроде джека лондона теодора драйзера где описаны люди так как есть без всякого там приукраса если уж нарисован богач фрэнк копиру то он не только саре деньгами но и женщин меняет также как перчатки а вот этого они все никак не хотят понять что богатые люди у них совершенно другая как говорится психология им не нужны постоянные отношения них и так все есть никогда не не возьмут вас замуж как говорится у них вот сколько таких вот путан путанок и прочих разных любого ну и так подвожу итог моего общения с женщинами с конца восьмидесятых годов по нынешний день и сразу я отмечу что вот до 90 года девушки и женщины были иными и не задирали нос первая красавица класса татьяна мирская запросто приглашала меня в гости просто провести время как все изменилось теперь но теперь то я уже понял что вот такими их сделали теле ящик и пропаганда западного образа жизни однако я не требую как вот сейчас из бешеного принтера уже предлагают женщинам запретить аборты рожать по трое детей нет я ничего этого не требую я понимаю что в пять веки не текут и женщина конечно же не бессловесная тварь и не надо загонять ее в угол я хочу найти какую-то золотую середину если удастся вообще найти ну и так же я понимаю что переделать женщин теперь практически уже невозможно их надо будет воспитывать самого раннего детства вот это теперь практически уже недоступно и добавлю что от женщин я давно уже ничего не жду я знаю они стали самодостаточными и абсолютно не зависит от нас они все могут сами мы им более не нужны мы живем двадцать первом веке если тебе что-то надо набери номер с мобильного телефона вызвать вызови мастера тебе все сделают так что от нас им требуется лишь одно деньги деньги больше ничего им не надо перестаньте делать вашей даме подарки посмотрите через какое время она позвонит вам и скажет больше мне не доставай или она просто тупо отключить телефон только и всего все упирается в деньги но заметил я еще такую тенденцию последние годы дамы стали более хитрыми если в 90 они прямо говорили что я не буду встречаться с парнем у которого нет в кармане 800 тысяч теперь они так уже не говорят они постараются как-то уйти от вас более корректно могут выйти молча это такой самый правильный вариант могут сказать что вы им не нравитесь что с вами скучно чем придумать такое поинтереснее как говорится ну и самое главное как определить что вы не нравитесь даме обычно это говорит выясняется под предлогом что у нее нет для вас свободного времени нет времени вот занята ну так отчего ее тогда напрягать если она занята не пусть она занимается своими делами а вы займитесь своими или поищите другую женщину ну какой смысл бегать за кем-то упрашивать свидание ну не хочет она встречаться ну и черт с ней как говорит я уже давно пришел к такому мнению и когда мне кто-то из женщин говорит у меня нет времени ну прекрасно да я тоже занят и все зачем зачем тратить такую короткую жизнь на ожидании чего-то или кому-то вот так что не теряйте время недаром ищите ищите про сайте знакомств я уже рассказывал ничего хорошего там нету это пустая трата времени вот ну что алгоритм я вам дал постарайтесь найти женщин из малых городов с дамами из таких мегаполисов типа новосибирск петербург и как идти и екатеринбург лучше не связываться вообще ищите мало городах скажу я вам добавлю что поиск этот будет долг весьма долг потому что туда надо ездить и знакомиться тоже все это требует времени времени колоссального времени за год вряд ли у кого-то найдете сам скажу вам сразу у меня поиск женщины на которой я в конце концов женился занял 38 лет 38 лет так что настраивайтесь как говорится на серьезно спасибо всем кто посмотрел пока а и Субтитры создавал DimaTorzok